На фоне растущего тренда на сокращение просмотра всех топовых кнопок за последние 10 лет аудитория телеканала «Домашний» выросла в полтора раза, а за последние пять лет в два раза. Телеканал входит в топ-5-10 аудитории 18+. 80% его зрителей – женщины от 25 до 59 лет. В 2019 году телеканал показал самый большой прирост зрителей в своей целевой аудитории. Марина Хрипунова занимает пост генерального директора телеканала «Домашний» в Москве с 2016 года и, кстати, родом из Перми, на что сделал основной упор канал и как пандемия отразилась на показателях. Узнаем у гендиректора телеканала «Домашний» в студии Марина Хрипунова. Марина, здравствуйте. Спасибо, что уделили нам время. И, конечно, самый главный вопрос – как пандемия отразилась на телесмотрении? Мы себя чувствовали действительно хорошо. Я не стану скрывать, что как только начались вот эти неприятные для нас всех и неожиданные процессы. Конечно же, пик смотрения, прежде всего, пришелся на те каналы, у которых есть новостные блоки, у нас нет такого вещания. Но довольно-таки быстро эти такие угнетающие новости наскучили зрителям в самоизоляции. И они повернулись в сторону развлекательного телевидения. Мы развлекательный канал, канал для женщин. И, в общем-то, наши показатели просто ощутили толчок роста. И в регионах аналогичная ситуация? Конечно, да. Но были легкие колебания в зависимости от того, в какие периоды открывались те или иные регионы. Москва может быть чуть ранее, регионы чуть позднее. Но они были не столь значимы. Самое приятное, что и после открытия нас всех и всего наши новые зрительницы остались с нами. Интересно, что в 2019 году самый большой прирост. В прошлом году вы поменяли стратегию. Можно пару слов об этом? Действительно, мы выросли очень значимо. И, конечно же, абсолютно не секрет, что крупные каналы последние 10-5 лет испытывают отток аудитории в сторону интернета, нишевых каналов, тематических каналов. Но не мы. У нас действительно была выбрана определенная стратегия развития. И, конечно же, мы все свои ресурсы направили на то, чтобы, прежде всего, улучшить качество контента в прайм-тайме. Потому что вклад прайм-тайма в общий рейтинг дня, он самый значимый. Мы отказались от закупного контента, от повторов и стали серьезным игроком на рынке производства сериалов, премьерных сериалов. И все, что вы видите у нас в прайм-тайме, вы не увидите ни на одном из центральных каналов России. Каждый день это будет либо премьер, либо что-то эксклюзивное только для нашего канала. И это сразу выдвинуло нас вперед. По нашей целевой аудитории женщины 25-59. Мы в этом году на четвертом месте среди всех каналов. А в феврале и апреле даже поднялись на третью строчку сразу же после первого и Россия-1. Какие планы на этот год именно по собственному? И о каком количестве времени мы говорим? Вы имеете в виду о количестве времени производства собственного контента? В этом году у нас в эфире порядка 30 названий собственного производства сериалов, сериальных названий, то есть по много-много серий. И около 60 совместного производства мы делаем с другими странами. А на будущий год этим летом мы снимаем уже 50 названий собственного производства и планируем расти, прирастать. Надеюсь, очень не на арифметическую, а на геометрическую прогрессию. А есть ли риск стать вот нишевым телеканалом? Знаете, есть концепция развеять. Она касается не только телеканалов, но и каких-нибудь брендов, возможно, сузится, чтобы расшириться. Чем яснее ваш посыл и чем яснее зрителю, что конкретно он может увидеть на вашем канале, чем чаще он будет приходить за определенные эмоции. У нас это работает. Посмотрите на наши результаты. А вот расскажите о премьерах, может быть, пару слов. Что можно... Премьеры, конечно же, канал женский, хотя 20% нашей аудитории мужчин. И женская аудитория выбрана нами в качестве целевой абсолютно не случайно. Если посмотреть социологию, весь рынок товаров или услуг, то в 70% случаев решение о приобретении товара или услуги принимает женщина. Причем это не то, что может казаться обывателям, что это, к примеру, какие-то бытовые вещи или лекарства и так далее. Женщина зачастую принимает решение и при покупке недвижимости, машины, банковских услуг, проведение отдыха, досуга и так далее и тому подобное. Я думаю, это, знаете, по себе прекрасно. И, соответственно, эта аудитория зачастую наиболее востребована рекламодателями. Соответственно, что любят женщины? Конечно же, женщины любят мелодрамы, истории про любовь. И мы свое сериальное производство направляем именно в эту, ну, в общем, сторону. Но мы делаем нашу героиню немного другой, чем героиня других каналов. Наша женщина самостоятельная, принимает решения, быстро действует, несет ответственность за семью, свою карьеру, за близких и так далее и тому подобное. А есть ли резон омоложать целевую аудиторию? Конечно, потому что многим рекламодателям и брендам интересно именно вот эта узкая, да, аудитория, и для них мы работаем тоже. И знаете, чем моложе наши актеры, и чем рискованнее, раскованнее сюжета, тем больше и больше молодых девушек приходит к нам. В прошлом году вы поменяли стратегию, отказались, да, как вы уже сказали, от закупочного контента, став серьезным игроком на рынке премьерного продукта. Что касается раскрутки онлайн-сервисов и создания ими собственного контента, вот вы чувствуете конкуренцию? Вы знаете, мое глубочайшее убеждение, что вот эта какая-то история антагонизма онлайн-платформ и классического телевидения, она несколько искусственно раздувается СМИ, поскольку я не представляю себе потребителя, зрителя, который может смотреть либо строго онлайн-платформу и не касаться телевидения, либо наоборот. Поэтому мы не рассматриваем эту историю как какую-то поглощающую нас, а наоборот, как историю наши собственные интернет-площадки позволяют нам обрести дополнительных зрителей. И те, кто не смог в силу каких-то причин посмотреть нас онлайн, в эфире, они смогут на наших площадках увидеть наш контент, и мы его монетизируем. А кто сейчас конкуренты телеканала «Домашний» в таком случае? Ну, мы сейчас топчемся в топ-5 и в топ-4 даже в этом году, и несколько раз даже на третью позицию выходили дважды в феврале и апреле. Наши конкуренты – это каналы первого эшелона, первой кнопки выбора, как мы их называем, первый канал, «Россия-1» и «НТВ». А вы относитесь по каким причинам ко второму эшелону? Вы не раз-то говорили в интервью другим. Вы знаете, действительно, у нас достаточно динамичный рост. И пять лет назад, когда я принимала канал в управление, мы были на девятой позиции. Это действительно был второй эшелон. Но сейчас, в общем, происходят изменения, у нас какая-то родовая память. Вот ваш прогноз на этот год. Какие планы у телеканала? У нас огромное количество премьер, это праймовые премьеры, премьеры отличного качества, с актерами первой величины, постановочной стоимости высокой. Я надеюсь, что осень, наш период премьер тоже позволит нам удерживать третье место в новом сезоне. И, конечно же, я как руководитель не только канала, но и бизнеса, телеканала как бизнеса, рассчитываю на большое количество новых клиентов-рекламодателей. А вот какой сейчас самый важный источник доходов? Что вы предлагаете рекламодателям? Ведь явно пандемия также отразилась на этом рынке. Отразилась, но мы лучше других. Я могу это заявлять абсолютно смело и не лукавя. Цифры это подтверждают, в том числе цифры из открытых источников. Прожили прошлый год. Мы единственные из каналов «Большой десятки» не упали по выручке, а даже приросли относительно 2019 года. И продолжаем расти. У нас растет охват, новые зрительницы, их возраст становится более молодым и бессловно. Это очень привлекательно для основных федеральных рекламодателей. А как вы думаете, в чем причина? То есть вы берете обратную связь у ваших зрителей в связи с чем такой прирост? Представляете, насколько здорово работать в индустрии, у которой есть какие-то абсолютно объективные параметры измерения. Это цифры, это медиаскоп, рейтинги. Я уверена, что ваш телеканал тоже каждое утро начинает с того, что смотрит на эти рейтинги. И в зависимости от этого вы понимаете, хороший у вас день или плохой. Это очень быстрая отдача. Конечно же, мы видим это немедленно и смотрим, на что реагируют зрители, зрительницы. И тут же корректируем наши производственные планы, планы в сетке. Но, конечно же, сейчас с внедрением соцсетей, а мы присутствуем в своих сообществах канала, во всех соцсетях, связь становится еще более короткой и более открытой, что ли, потому что люди анонимно могут высказываться более свободно. И нам это тоже любопытно изучать. Мы уже обозначили про рост аудитории, я напомню, за последние 5 лет в 2 раза. Вот все-таки это дополнительные инвестиции или органический рост? Знаете, предмет моей гордости, я люблю это подчеркивать, абсолютно открытая информация тоже с 2013 года. Расходы на контент на нашу сетку не выросли ни на сколько. Даже не было корректировки на коэффициент инфляции. Это чистый гений программирования и бизнес-планирования. Мы смогли таким же образом все оптимизировать и направить свои основные расходы, инвестиции на производство прайма, дорогие сериальные продукты. В предпрайме какой-то повторяемый, более дешевый контент. И это привело нас просто к толщкообразному росту доли показателей, соответственно, выручки, как следствие. А вот планы грандиозные. А все-таки ожидается отток зрителей? Я надеюсь, что он ожидается у каналов-конкурентов, но не у нас. И все-таки какие еще по премьерам планы на этот год? И как, вы думаете, изменятся тренды после пандемии? Надеюсь, что тренды будут изменяться таким образом, что это будет, в общем-то, в плюс нам. Надеюсь, что зрители окончательно устанут от новостей, от политических программ, простите, и так далее. Придут в сторону развлекательного телевидения, чистые эмоции, мелодраму, любовь, страсть и так далее и тому подобное. Конечно же, самое большое количество премьер у нас приурочено к осени, новый сезон, зрители возвращаются из отпусков дачи и так далее. И очень большое количество сериалов в прайме, премьера, новая турецкая премьера у нас, выходные дни. И, в общем, надеюсь просто, что цифры нас всю осень будут удерживать именно на желаемом нами третьем месте. Успехов вам! Спасибо за интересную беседу. Я напомню, у нас в студии была генеральная директора телеканала «Домашние» Марина Хрипунова.